Бажаю здоровья, шановные украинцы и украинки. Завершается цей тиждень. Тиждень напереду Дни Резда. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Завершается эта неделя. Неделя накануне Рождества. Неделя, которая сделала нас всех, наше государство, Украину еще сильнее. Важно, как всегда, по итогам недели сказать слова благодарности. Есть новые пакеты поддержки. Германия, гепарды, зенитные установки и снаряды, калибр 155 и другое необходимое оружие. Спасибо. Нидерланды, пакет более чем на 100 миллионов евро, который поможет нашей стойкости. Спасибо. Финляндия, уже 21 пакет помощи, именно оборонной, и тоже более чем на 100 миллионов евро. Благодарен. Увеличен потенциал санкций США. Есть решения по финансовым учреждениям, которые помогают России обходить санкции и сотрудничают с ВПК террористов. Есть и новое санкционное решение против тех, кто помогает России экспортировать нефть с нарушением прайс-кэпов. Давить именно на такие российские связи с сообщниками особенно важно. Я благодарен за это. Ожидаем и утверждение пакета американской поддержки на следующий год и благодарен представителям обеих партий за понимание того, что решение должно быть принято. На этой неделе мы снова доказали, насколько действенны усиления нашего воздушного щита. И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы. Возможность сбивать российские истребители – это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению. Я благодарю всех партнеров, которые нам с этим уже помогают и которые готовятся к соответствующим шагам по поддержке в следующем году. И, конечно, наши воины. Боевые бригады по всем направлениям – от Харьковской области до Херсонской. Но на границе – те, кто защищает от российских ДРГ, те, кто уничтожает шахеды и те, кто удерживает наши рубежи. Я благодарю всех вас. Особо сегодня хочу отметить ребят из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Солдат Василий Полищук и сержант Олег Бернацкий. Оба очень эффективны. Оба были ранены. Оба образцово смелые. Благодарю вас. Стрелец 23-й отдельной механизированной бригады, солдат Алексей Капица, сейчас на Авдеевском направлении. Оборонительные бои и за плечами бои на юге. Героические штурмовые действия. Спасибо, солдат. Воин 56-й отдельной мотопехотной мариупольской бригады, старший солдат Иван Киреев. Спасибо за казацкую смелость, солдат. И за спасение побратимов. 92-я отдельная штурмовая бригада, солдат Евгений Лисовенко и старший сержант Константин Волоконский. Благодарю вас, ребята, за решительность и за такие действия, которые сохраняют жизнь ваших побратимов. 28-я отдельная механизированная бригада, солдат Михаил Карпюк, старший солдат Владимир Лебедев и старший лейтенант Олег Кривенко. Ребята, экипаж танка, благодарю вас за успешное уничтожение оккупантов и за умение быть сильной командой. Молодцы. Еще одно. Есть новое санкционное решение Украины. Я подписал соответствующие указы, они уже опубликованы. Это в общей сложности более 130 юридических лиц и более 20 физических. Тех, кто работает на российскую агрессию, кто помогает ей, тех, кто стал на подлый путь коллаборации с государством-террористом. Все они будут отвечать за свои действия. Мы защитим Украину. Я благодарю всех, кто с Украиной. Слава Украине. Слава Украине.